Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 27 декабря, день Филимона. Вспоминает святых мучеников Фирса, Левкия, Калинника, Филимона, Аполлонии и прочих с ними, пострадавших в Египте за веру во Христа. Аполлоний, опасаясь пыток, попросил язычника Филимона переодеться в его вещи и принести жертву идолам. Но сам Филимон заявил, что верит во Христа. Аполлоний после этого раскаялся и не стал скрываться. В результате и Аполлоний, и Филимон были арестованы, подвергнуты многочисленным пыткам и казнены. На Руси существовала вера, что сегодня нечистая сила гуляет в мире людей. А связано это было с тем, что ночи были длинные. Народ старался побыстрее изгнать ее из мира людей, чтобы тьма покинула землю. И, как правило, хороших хозяев она не трогала. Поэтому сегодня принято было убираться в избе и наводить порядок. В народе самыми опасными считались оборотни. Они обладали способностью перевоплощаться в животных и людей. Из-за этого их было трудно распознать. Изображали оборотни в виде блуждающих огней, туч, вихря, вурдалаков, привидений и покойников. Среди всякой нечисти может появиться сам черт. Он может обернуться козлом, бараном, овцой, свиней, зайцем, собакой или волком. Чтобы отогнать от себя нечисть, старались умываться, особенно святой водой, как можно чаще. Нечистые духи очень боялись воды, особенно святой. Поэтому сегодня перед выходом из дома обязательно умывались. А также умывались и окрепляли себя водой перед началом любого дела. Приметы. Если на фирса ветреный и холодный день выпадает, это к хорошему урожаю. Если погода меняется в течение дня, это к оттепели. Если ветер дует в одну сторону, облака плывут в другую. Скоро становится пасмурно и снежная погода. Если сегодня ночью выпал иней, днем будет снегопад. Что такое макароны? Макароны вырабатываются из тех же крупяных изделий, из пшенички. Смотрите, очищается оболочка, очищается от зародыша. В оболочке содержатся микроэлементы, которые нужны для волос, кожи, костей, ногтей. То есть это как бы наша красота. А их уже очистили. А их очистили. И они нужны еще для того, чтобы там клетчатка такая рубла. Чтобы работал желудочно-кишечный тракт, чтобы никаких запоров не было. А, каши. Сейчас мы закончим этот разговор. Потом удаляется зародыш из зерна. А в зародыше содержатся все витамины, которые нужны для того, чтобы витамины, вита, жизнь. Чтобы все ферментативные реакции уничтожили нормально. А их нет. И получается мы только крахмал. Крахмал это как жир своеобразный. И поэтому для того, чтобы микроэлементы взять, которые были в оболочке, их организм отдает из волос, из кожи, из зубов. То есть объединяется. Когда человек употребляет только, допустим, хлеб, либо употребляют макароны. Витамины нет. То есть мы себя сначала должны пищу эту оживить. А если мы с вами используем те же крупы, из которых делаются макароны, но при этом они должны быть цельные. Мы получаем тот же крахмал, который в макаронах был, плюс клетчатку, плюс микроэлементы, плюс витамины. И получается нормальное питание. К этому просто привыкнуть надо. Но, если мы привыкли к макаронам, ничего страшного. Мы можем их и оборотить проросшим зерном, сделать более целевым. Плюс, если мы съедаем мисочку салата или тушеных овощей, негритик там различненький, перед ними. Съели, потом если макаронами, то будет примерно полезнее. Намного полезнее, нежели если мы только макароны есть на здоровье. Спасибо. Ну, мои значения в этом. Значит, чтобы чувствовать себя хорошо в нашем возрасте. Вот я с таким, с таким кровью, пока мы еще не сделаем все, чтобы разжижить ее. Только начнем. Что еще вот с питанием, с водой, а еще что? С питанием, с водой, и знаете, очень способствует всему здоровью человека, и в том числе движение крови, ее текучести, это движение. Да, двигаться. Вот я обращала внимание, я выхожу из дома, прохожу там козер, где я живу сейчас за городом, получше себя чувствую. Но когда я уже вхожу в свой сад, я уже прекрасно получше себя чувствую. Уже не знаю. Ну, примерно представьте, кровь, в ней очень много различных элементов, там и красные кровяные тельца, и лимфоциты, и так далее. То есть, это своеобразный такой бульончик, который, знаете, циркулирует у нас, если так сказать. А он же, кровь еще и соленая. Вот. И если человек поспал, полежал, кровообращение замедляется, и это все имеет тенденцию после ночи к сгущению. И поэтому, когда просыпается, она вот еле там движется. То есть, это представляет уже, знаете, вот, когда мы делаем холодец, холодец, он еще не замерз, но уже вот такой вот, примерно. Так вот, когда мы разогреваем повторно этот холодец, он что, расплавляется. Так точно, мы пошли, движение пошло. Нам помогает дело в том, что в кровообращении нам должны помогать самопоходка, само движение мышц, вот этого движения, помогает циркуляции крови. И за счет этого кровь еще нагревается, мышцы давят, проталкивают ее, кровь делается более текучей, и все это пошло. Более того, каждая частица у нас в крови имеет заряд. И если мы в основном сидим, лежим, заряд этих частиц крови уменьшается, и не имеет тенденцию к слипанию. Как только мы подвигались, все это произошло. Начало двигаться, разжижаться, появляется заряд, и человек чувствует себя по-другому. Лично так себе, только бы не нажиться уже. Я вспоминаю как раз на эту тему. Мужчина, значит, открыл свойства целебные, талой воды так. У него было, знаете, злощение там крови, у него было, значит, варикозное расширение вен, геморрой и так далее, и того подобное. И вообще, различные другие болезни, упадок сосудистый. Да. Так вот, он стал только пить талую воду. Пил он где-то примерно месяцев шесть. Так вот, за это время, за шесть-деять месяцев, у него рассосались вот эти вот тромбы, у него улучшилась циркуляция в сосудах, исчезли вот этот вот тромб. Идать, я вот к этому спрашиваю, а лимончик можно туда добавить талую? Можно. Некоторые люди действительно любят с кисленьким. Оказывается, это очень важно понимать. А что делает кислый вкус? Не зря на Руси во время лета пили квасы, а не какого-то другого, другие напитки. Почему? Потому что кислый вкус способствует тому, что сохраняет влагу внутри тела человека. Поэтому кислый вкус, лимончик, клюква, там, брусника или еще что-нибудь такое. Ну что, что кислый? Да, калина тоже? Калина слегка горчит, но тоже пойдет. Вот. Добавляйте. То есть облепите? Облепите особенно, да. Добавляйте, ну, чайную ложечку, максимум столовую ложечку. Вот. И пьете. Прекрасно утоляет жажду. Плюс снабжает организм всеми витамины. И знаете, что делать? Кислый вкус еще закисляя организм, способствует тому, что уничтожает различные микробы. Да, спасибо. Пожалуйста. Как вы себя чувствуете? Прекрасно. Вот это очень важно, чтобы после беседы человек почувствовал себя здоровее, нежели он был. Лаской заблестей. Заблестей. Вы очень красивая женщина. И вам вот это действительно добавить вот эти различные питания, движения, и, как говорится, сноса не будет. Еще будет много любовников и все такое. Спасибо. Это очень момент. Спасибо. Пожелания буду иметь в виду. Вторые лунные сутки. Интересно отметить действия лунных суток на человека. То, что ранее расшивяла приливная волна, идет на спа, на сжатие. И в сознании человека это проявляется эмоциями жадности, привязанности к вещам. А если это не удовлетворяется, то появляется раздражение и злость. Противоядием против действия луны служит обратная щедрость. Что касается питания, то сегодня можно отбирать продукты, которые будете использовать за течение всего лунного цикла. Ведь вкус продукта – это энергетика. И если ее не хватает, то нам больше всего хочется продуктов с определенным вкусом. Этот день подходит для очищения лобных и гайморовых пазух. И вообще, в этот день следует что-то начинать. Третьи лунные сутки. За предыдущие лунные сутки в организме образовалось напряжение, однокопленное в результате сжатия энергии. И сегодня настал день, чтобы дать ей разрядку в виде большой и интенсивной физической нарушки. Вообще, энергетика лунных дней может способствовать росту спортивных результатов. Если ей следовать, если вы не спортсмен, то в этот день можно выполнять большую работу по дому, и вы не устарите. А после выполнения работы обязательно примите горячие ванны. Важно расслабиться и полноценно отдохнуть. Сегодня не принимайте никаких серьезных решений. С горяча можно наломать дров. А вот поточить ножи сегодня очень даже хорошо. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровьица и до новых встреч!